Однако, здравствуйте! Не стоило собирать чрезвычайный саммит ЕС для того, чтобы выдавить из себя такую пустышку. Его бы и не стали собирать, если бы не колоссальное давление США и их лоббистов внутри Евросоюза, главным из которых, естественно, выступает Британия. Поэтому итоги саммита проще всего оценить именно по британской прессе. Ответ Европы на российское вторжение в Грузию должен быть единым и недвусмысленным. Вторжение в суверенное государство – это серьезное преступление. Но ЕС и здесь умудрился, что характерно для него уйти от вопроса, пишет «Таймс» в редакционной статье. Что касается вторжения в суверенное государство, то преступлением, наверное, является выполнение миротворческих обязательств по предотвращению истребления одной из сторон в межнациональном конфликте. И Британия никогда не вторгалась в суверенные государства, уж тем более их американские патроны. Что касается того, что позиция должна быть единой, вот то-то и оно. А единая позиция может быть только никакой. Французская «Либерасьон» восхищается дипломатическим искусством своего президента. Триумф Николя Саркази, сегодняшнего председателя ЕС. Ему удалось сделать так, чтобы 27 стран Евросоюза единым голосом высказались в отношении России. Восхищается «Либерасьон». «С Ялтой покончено», – воскликнул Саркази на итоговой пресс-конференции. Возвращение сфер влияния на повестки дня не стоит. Вовремя как-то покончено с Ялтой. Вот в Косово стояло на повестке, а теперь не стоит. «Либерасьон» – издание от природы, как бы так сказать, сарказливое. Тем не менее, констатирует, что риторические успехи Саркази никак невозможно подкрепить практическим антироссийским консенсусом. Правда, до консенсуса еще далеко, так как отношение с Москвой является самой болезненной темой для стран-членов ЕС, как и отношение с Соединенными Штатами, продолжает «Либерасьон». Италия, Германия и даже Франция склонны с пониманием относиться к России, а то и вообще выступать русофилами. Это касается итальянского премьер-министра Сильвио Берлускони, вызвавшего особое раздражение французского президента. Действительно, именно по требованию русофила Берлускони из текста был изъят даже пункт о несоразмерной реакции России, уже анонсированный саркази перед прессой. Европа, во всяком случае, дееспособная ее часть, нуждается в России, зависит от нее и не хочет конфронтации, которая означает для нее прямой материальный ущерб. Однако трактовка событий, так сказать, политическая оценка по-прежнему носит абсолютно вывернутый, извращенный характер. Может, это и даль лояльности Соединенным Штатам, но тем не менее это факт. Известные шесть пунктов Медведева-Саркази каким-то образом свелись к одному немедленному выводу российских войск из Грузии. При том, что подписывались и обсуждались шесть взаимосвязанных пунктов. И ни на какой вывод Россия не имела никакой возможности соглашаться вне гарантии выполнения всех остальных. Россия вынуждена была, обязана признать Южную Осетию и Абхазию после того, как напрочь исчез пункт обсуждения их статуса. Если бы он существовал, наверное, здесь ситуация могла бы быть иной. При том, что странным образом рассосались пункты о гарантиях, о дополнительных мерах безопасности в отношении этих республик, Россия просто не могла ничего гарантировать, если бы официально не признала их независимость. В этой формальной части никакого продвижения в нашу сторону нет. И если это не холодная война, то только уж точно холодный мир. В основе его лежит принципиальное признание преступника пострадавшим, а жестокого противодействия ему преступлением и нарушением неких норм. Накануне саммита Observer опубликовал программную статью британского премьера Гордона Брауна, суть которой 20 лет назад, когда пала Берлинская стена, все решили, что выдворился новый порядок, в основе которого лежат общие ценности. На этой волне 10 восточноевропейских государств вступили в НАТО и другие собрались последовать их примеру. Однако враждебные действия России по отношению к Грузии показывают, что в Москве пока еще не примирились с новыми реалиями. Суть позиции Брауна – заставить Москву с этими реалиями примириться. Суть позиции умеренных – не нарываться, не будить лихо, пока тихо. Проблема в том, что этих реалий нет. То есть ослабление и деградация России, геополитическая катастрофа была. 20-летний тотальный диктат одной сверхдержавы был. Не было общих ценностей и не было основанного на них миропорядка, потому что наглый произвол трудно назвать миропорядком. Европа не готова к санкциям против России и боится их, потому что это может повредить ценностям. То есть самым, что есть конкретным, материально-денежным. Искать там другие ценности и взывать к ним бесперспективно. Это, конечно, не холодная война. Это холодный и жесткий мир, в котором возможно выживание и даже взаимовыгодное сотрудничество. И никаких иллюзий и соплей. Однако, до свидания.